Доброе утро! На 12-м канале Час новостей в студии Юлия Ковыршина в этом выпуске. Чтобы повысить зарплату бюджетникам, Александр Бурков в Москве обсудил выделение дополнительных дотаций для Омского региона. Автохамов усмирят деньгами. Штрафы за непропуск пешеходов на зебре стали выше. Теплый ноябрь в Москве. В Омске ожидается повышение температуры воздуха. И все решилось на последних секундах. Авангард упустил победу в матче с ЦСКА. Выделение дополнительных средств для Омской области на самом высоком уровне обсуждал глава региона Александр Бурков. В Москве состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности губернатора с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. Плотное сотрудничество с Федеральным центром потребовалось после того, как Александр Бурков поставил задачу выполнить все социальные обязательства, не допуская при этом привлечения заемных средств. При этом появилась возможность получить поддержку Федерального центра. Власти страны в ближайшее время планируют распределить между регионами часть дотации на 2017 и 2018 годы. Поэтому в ходе встречи Александр Бурков обозначил перед замминистра бюджетные проблемы, которые есть у региона и аргументировал необходимость финансовой помощи. В первую очередь речь шла о дополнительных средствах на повышение зарплаты бюджетников. У нас ключевой вопрос, который мы должны решить, это получение дотации на заработную плату для работников бюджетной сферы. Потому что прогнозные показатели по доходам, по налогу на прибыль были одни, а по факту картина немного другая, намного печальнее. Мы видим, что крупные компании, к сожалению, не дают той динамики роста по налогу на прибыль, поэтому мы вынуждены этот вопрос решать здесь. Также для нас сегодня имеет большое значение, какие суммы будут выделены из федерального бюджета на выполнение майских указов в 2018 году. Вот эти вопросы сегодня обсуждались достаточно детально, и мне кажется, что по 2017 году Минфин нас услышал. А то, что касается прогнозов помощи стороны федерации на 2018 год, это будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии 3 ноября под руководством Дмитрия Николаевича Козака. Сегодня истекает срок приема документов от кандидатов на пост мэра Омска. Сейчас на должность градоначальника претендует около 20 соискателей. На прошлой неделе документы подал исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. Вообще же в числе претендентов не только известной политики, но и пенсионеры, и даже студенты. Собеседование с кандидатами должно состояться в середине ноября. Непосредственную дату выборов определит Омский городской совет, депутатом которого и предстоит выбирать нового градоначальника. Напомню, что летом выборы мэра Омска были признаны несостоявшимися. Изначально на высокий пост претендовали 23 человека. Однако, когда дело дошло до финала, и специальная комиссия выбрала двух финалистов, оба заявили о самоотводе. Документы согласовали со всеми заинтересованными ведомствами. И вскоре его внесут на рассмотрение Нижней палаты российского парламента. Водители поплатятся за автохамство. В России увеличили штрафы за непропуск пешеходов на зебре. Теперь он составит не полторы тысячи рублей, а две с половиной. Соответствующее постановление подписал президент Владимир Путин. Поправки будут вынесены в кодекс об административных правонарушениях. Ужесточение мер связано с увеличением количества аварий с участием пешеходов. Так, в этом году в стране произошло более 28 тысяч подобных ДТП. Причем из них по вине водителей почти 17 тысяч. В Омск придет тепло. Ноябрь в регионе начнется с повышения температуры воздуха. К середине этой недели воздух прогреется до плюс 8 градусов. Это почти на 10 градусов выше нормы. И весь выпавший снег растает. Ночью ожидается всего около нуля. Теплая осень будет радовать мечей до 3 ноября. А вот выходные, которые на этой неделе будут длинными, вернется непогода, мокрый снег и дождь на дорогах Гололейцы. Между тем, зима уже не за горами. И омские спасатели готовятся к возможным морозам, вернее, к их негативным последствиям. Стало известно, что на омских дорогах, это зимой, будут работать пункты обогрева. На загородных трассах будут дежурить спасатели, которые накормят и обогреют автомобилистов. В начале октября комиссия МЧС России провела осмотр аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Омской области. В том числе проверили мобильный пункт обогрева и питания специализированной пожарно-спасательной части. Также решено предусмотреть в сельских районах технику для работы подвижных бригад. Для реагирования на чрезвычайные ситуации в постоянной готовности находятся больше тысячи человек и 630 единиц техники. Более 4,5 тысяч омских ребят вступили в ряды российского движения школьников. Оно появилось в стране два года назад по инициативе президента. Это своего рода альтернатива пионерам. Как сообщили в региональном Минобразовании, ученики более 5000 школ по всей стране участвуют в деятельности движения. Активисты проявляют себя в самых разных направлениях. Спорт, журналистика, личностное развитие, военно-патриотические акции, творчество, КВН, экология и еще множество других тематических проектов. По данным ведомства, на середину октября заявки подали более 200 омских школ. Специалисты отмечают, что с созданием движения школьников учебный год стал намного насыщеннее и интереснее. Ну и омских школьников учили защищаться от киберугроз и сетевых троллей. В образовательных учреждениях города прошел третий всероссийский урок по интернет-безопасности. Ученикам среднего и старшего звена рассказали о том, как работать с электронной почтой, защититься от мошенников в интернете и отсеять нежелательную информацию. Школьников также научили защищать свои персональные данные и рассказали, что делать в случае интернет-преследования. Рекомендации в итоге оказались очень похожими на правила поведения в реальной жизни. С подозрительными чужаками не общаться, в незнакомые места не заходить. Дети проводят очень много времени за компьютером. И, конечно, не всегда получается отследить то, чем они занимаются, особенно если это старший ребенок. Это огромный просто поток. И, соответственно, если они не научатся регулировать этот процесс, им очень сложно придется в будущей жизни. В Омске открылась школа юных кинологов. Это совместный проект центров спортивно-служебного собаководства и зоотерапии. Последний помогает детям с тяжелыми заболеваниями, которые, общаясь со специально обученными собаками, добиваются успехов в выздоровлении. Слушатели школы юного кинолога во время занятий узнают о различных направлениях работы с собаками, получат базовые знания, научатся основным командам общего курса дрессировки и многому другому. Программа занятий рассчитана не только на детей, но и их родителей. Ведь появление собаки в доме меняет жизнь всех членов семьи. Набор в группы продолжается. Школа работает по воскресеньям в центре на Малиновского. Разовое посещение стоит 300 рублей. Кстати, вырученные средства пойдут на развитие центра зоотерапии «Дверь в лето». Амичей ждут длинные выходные. Дополнительное время для отдыха обеспечат День народного единства. Государственный праздник отмечают 4 ноября. Это суббота, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Кстати, следующие длинные выходные – новогодние каникулы. Они продлятся 8 дней. С 1 по 8 января включительно. На работу предстоит выйти во вторник, 9 января. Фактически, у россиян с 5-дневной рабочей недели будет 10 дней для отдыха. Ведь 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье. Ну а возвращаясь к предстоящему на этой неделе празднику, в мэрии сообщили, что в День народного единства в Омске ограничат продажу спиртного. Там напомнили о запрете на алкоголь во время проведения массовых мероприятий. Данная норма закреплена законодательством Омской области. Праздничные мероприятия стартуют на площади экспоцентра в 3 часа дня, за 2 часа до начала и в течение 2 часов после окончания. На прилегающей территории спиртные напитки продавать не будут. О спорте со счетом 1-2 в овертайме. Омский авангард проиграл московским армейцам. Обе команды демонстрировали достаточно осторожный хоккей и грамотно вели себя в обороне. Что касается атак, они тоже были несколько раз. Опасные моменты ястребы создавали ворот ЦСКА, в долгу не оставались и армейцы. Правда, эффектная борьба на общем результате не отразилась ни в первом, ни во втором периодах. Первый шайб из-за 4 минуты до финальной сирены забросил Кирилл Семенов. Только вот радость омских болельщиков была недолгой. Спустя 28 секунд счетное табло сравнял армеец Сергей Шумаков. Матч перешел в овертайм в формате 3 на 3. ЦСКА царил на пятачке красно-бело-черных и довел матч до победы. По игре, ну, в общем-то, достаточно, наверное, ровно. Может быть, не так агрессивно в зоне соперника играли, но, в общем-то, он особо и не позволял, да, там где-то мы были какие-то моменты. Скажем, не очень интересно мы сыграли большинство, большинство его было очень много сегодня, достаточно, скажем, для того, чтобы забить больше одной шайбы. Вот. Ну, единственное, могу, конечно, ребят поблагодарить, не просто, еще раз говорю, после выезда, и первая игра такая с сильным соперником. Следующую игру «Авангард» проведет уже завтра. На своем льду «Ястребы» примут «Твитязь» из Подольска. На арене омск болельщиков ждут в 19 часов. Между тем, форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов взял курс на выздоровление. Хоккеисты перевели из реанимационного отделения в отделение терапии после операции по удалению селезенки. Почти 10 дней парень провел в медикаментозном сне, ему требовалось переливание крови. Сейчас его состояние улучшилось. Об этом на своей странице в социальных сетях написала жена Николая, Елена Лемтюгова. В нем она поблагодарила болельщиков и всех неравнодушных амичей за поддержку. Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за теплые слова поддержки и переживания, вашу готовность помочь и быть рядом в сложенную минуту. Спасибо. Все самое страшное позади. Впереди еще много работы, потребуется много сил, но теперь мы точно знаем, мы не одни. И последнее. Сегодня самый жуткий день календаря. 31 октября – Хэллоуин. Традиционно праздник отмечают в англоязычных странах, хотя официальным выходным и выходным днем он не является. В США – это второе по величине торжество после Рождества и Нового года. А вот в России праздник, когда все наряжаются в костюмы разных нечистей, популярным так и не стало. Отмечать Хэллоуин в этом году планируют только 3% жителей России. И в основном это молодые люди до 25 лет. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам социологов, Хэллоуин в России приобрел известность, но не популярность. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. ОНС Сайдинг Инвест Проф на стил окрашенный 209 рублей Я заказал балкон в компании Евроокно Стандарт Сделали быстро, четко и недорого Окна, балконы, лоджии 700-007 За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Макароны Алмак 29,90 за килограмм Кофе Чиба 95 грамм 199 рублей Халва Подсолнечная 93,50 за килограмм Низкоцен называйский наш любимый магазин! По здоровью есть вопросы 48 38 38 Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает Крем Рефарм Покупайте в сети ортопедических салонов Артека Аптеках «Мелодия здоровья» и на сайте аптека.ру Адрес точно тот! А вход? Двагис покажет не только адрес организации, но и вход Детальная информация о городе Скачайте бесплатно Двагис, если быть точным, работает оффлайн И о погоде Сегодня 31 октября По области мокрый снег с дождем В Омске солнечно и без осадков Температура воздуха в районах от нуля до плюс двух В Омске 3,5 градусов тепла Ветер умеренный Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба Далее на 12 канале смотрите программу Владимира Казанина «Управдом» Субтитры создавал DimaTorzok